У нас к нам присоединились Катя, правильно, я только что записала, Катя Машко и Маргарита Бойчук, волонтеры больницы скорой помощи. Я хотела же сейчас тоже показать то, что мы говорим все о небесной сотне, о людях, которые погибли, но знаем, что постоянно приходит информация о новых погибших, потому что многие люди были в тяжелом состоянии, тех, которых расстреливали на улице Институтской в правительственном квартале в конце 18, 19, 20 февраля. Мы знаем, что журналисты говорят и активисты отнаправили запрос в Министерство внутренних дел с фамилиями людей, которые не выходят на связь с своими близкими, родственниками и друзьями. И в этом, это не полный список, но говорят от 300 пропавших без вести. Ну, знаем, что также последние дни была информация, что 30 из них нашлись. Среди найденных 20-летний Сергей Мальцев, который погиб, вот такая есть информация. Я вас просто попрошу, это информация Евромайдан, задержанный и пропавший один за всех и все за одного, Евромайдан СОС и многие другие небезразличные волонтеры. Расскажите, что вообще происходит с ранеными, какая ситуация, что происходит в больнице скорой помощи? Потому что сейчас все заняты Крымом, войной, ну так много всего происходит. Да, действительно. Но никто, все не хотят, на самом деле не хотим забывать. И какая помощь нужна тоже. Многие люди, к сожалению, думают, что так как более-менее утихла ситуация вот сейчас с Майданом, то значит все более-менее стало спокойно. На самом деле это не так, потому что многим людям, которым была оказана помощь во время Майдана на Майдане, они перебывали у людей, которые им помогли. Но у них есть обострение, обострение, связанное с здоровьем, и сейчас они массово возвращаются в больницу скорой помощи для того, чтобы получить дальнейшую помощь и реабилитацию. Через больницу скорой помощи на Братиславской прошло около 150 человек. В данный момент, это порядка 50 человек, которые в данный момент находятся в больнице, им оказывается помощь. Состояние более-менее стабильное. Какие травмы? Что это означает? Травмы, огнестрельные травмы, черепомозговые травмы. Всем нашим больным были оказаны, все сделаны, все нужные операции. Большое спасибо хирургам, которые оказали быструю помощь и действительно хорошие, качественные были проведены операции. Самочувствие сейчас более-менее. В основном, да, это огнестрельные ранения. Есть у нас пациент, огнестрельное ранение в грудную клетку, очень сильно повреждено легкое и позвоночник. То есть ему нужна серьезная реабилитация и серьезная поддержка. Да, и скорее всего, к сожалению, многие люди останутся инвалидами после этого. И вот по поводу благодарности нашим врачам, к нам приезжал мужчина с клинической смертью. И только благодаря нашим гениальным хирургам он сейчас идет на поправку и жив вообще. Я хочу также сейчас спросить, там много-много есть вопросов. Я как бы все равно напомню, что по официальным данным вот мы подняли и сказали, что в 100 человек, согласно Минздраву, погибло с начала протестных акций, с 30 ноября погибло и умерло. И состоянием на сегодня, с места, ну в общем мы говорим, с места обострения столкновений в центре города, к бригадам экстренной медицинской помощи. За медицинской помощью обратились 1075 пострадавших, 698 были госпитализированы. Многие, я знаю, и вы тоже этим занимаетесь, каком-то помощью тем, кому требуется помощь за границей. Все-таки немножко нам объясните еще раз. Нас сейчас смотрят, кто эти люди, которых поранили, при каких обстоятельствах, перед тем, как мы подойдем к другим. Поранили, это все очень разное. Ну вот с кем вы общаетесь? Мы же там проводим время. Ну вот, например, у нас есть мужчина, ему 22 года, у него трое детей, и у него огнестрел, по-моему, брюшины. Брюшная часть. Да, и вот сейчас его надо ввести на реабилитацию за границу. Семья малая, семья бедная, и остается без кормильца, и трое детей. Потом мужчина, про которого я рассказывала, тоже повреждена легкая, поврежден позвоночник, и тоже, скорее всего, останется инвалидом. Все люди очень разные к нам поступают. Ну вот откуда? С Киева? Откуда они? Чем занимаются? Просто хочется знать не просто цифры, а понятно, за каждой цифрой стоит отдельный человек. Очень много молодых ребят. Очень много молодых ребят. Это вот порядка 22, 25, 26 лет. Это и студенты, и люди, которые приезжают с других областей. Как у нас мальчик Артем Мазур, Смельницкая область, который вот третьего числа умер. Кончался. Да, это была открытая черепно-мозговая травма. Он пять дней пролежал в коме, вышел с комы в воскресенье, и в понедельник, к сожалению, ухудшилось его состояние. Взрослые люди тоже, ну я не говорю уже, там пенсионеры. Пенсионеры тоже есть? Да, есть тоже, есть тоже. Это в каких ситуациях? Мы сейчас вспоминаем, это были, мы хотим даже, да, показать, я попрошу сейчас об Артеме все-таки рассказать, мы можем даже показать видео, как почти ли его память. Вы, то есть Артем был откуда? Артем был в Смельницкой области, он из многодетной семьи, у него в семье семь детей, и он один из кормильцев был. Там очень тяжелая ситуация, опять же, много детей, и семья нуждается в финансовой помощи. Я сейчас, да, хотела показать фотографию Артема, 26, да, ему ли? Да, 26 лет, и врачи говорили, что он сильный, может быть, как-то выберется, и вот так вот внезапно ему стало хуже. В какой ситуации, вот как получилось, что он получил свои травмы? Это было 20, вот мы помним эти два таких страшных дня, но было много всего между ними, вот была такая перестрелка в правительственном квартале, 18, да, и потом вот этот, по сути, расстрел на Майдане, на зависимости и на Институтской, утром 20. Да, Артем поступил к нам, у него была открытая черепомозговая травма, и есть даже видео, на котором врач с той стороны и наш врач оказывали ему первую помощь, и потом привезли к нам. Артем поступил с Мариинского парка. С Мариинского парка, и в выписке о смерти было сказано, что его удар был нанесен тупым предметом, с умыслом убить. Да, действительно, тогда в Мариинском парке, есть видео, там показано очень много жертв, и там отчетливо видно, как человек пытается оказать медицинскую помощь, оттащить его, потому что действительно, это чудом он разглядел, то, что Артем был еще жив. Да, то есть думали, что он тоже не живой, его уже хотели уходить, но потом вернулись и заметили, что он живой. Мы хотим показать, чтобы посмотреть, как Майдан прощается с Артемом Мазуром. Артем Мазур. Герой Украины. Чотовий 9-й чоти 15-й сотни. Уроженец міста Хмельницьк. Отримав травми в Мариинскому парку 18 лютого. Вчора о 12-й годині. Він помер у лікарні БСП від цих травм, не вийшовши з коми. Вчора 3-го березня. Герої не вмирають. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 приходится отлавливать и отправлять обратно в палаты долечиваться. Да, вот недавно выписывали мужчину, и он тоже говорит, как вы себя чувствуете, может, вам что-то нужно, может, вам помощь еще какая-нибудь. Да нет, ничего не нужно, я завтра на Майдан, какая мне помощь? Но есть, конечно, тяжелые, которым тяжело отойти, действительно, вот у нас есть пациент, он уже пенсионер, и когда ему говоришь большое спасибо за то, что вы наш герой, вы стояли на Майдане, вы боролись за свою правду, за свою страну, он говорит, не называйте меня героем, говорит, герои те, которые погибли, а я, почему я здесь живой, и действительно остается осадок, после этого всего тяжело смотреть, но я думаю, что все будет хорошо. Какая помощь нужна сейчас? Какая помощь нужна тем людям? Знаю, что собирается помощь также семьям погибшим, потому что это не разовая акция, мы знаем, что был такой подъем, как бы все, много благотворительности, но знаете, события проходят, может, эмоции на что-то другое направляются. Сейчас к нам периодически приходят люди, они хотят адресно помочь, мы их направляем к больным, в зависимости от того, кому они хотят помочь. Они иногда приходят и знают фамилии, мы их отправляем, они помогают. Также вот мы, волонтеры БСП, договорились с КНТУ, с ректором Мазараки Анатолием Антоновичем, что мы кормим еще наших больных. То есть КНТУ приносит... Это что, Киевский? Киевский национальный торгово-экономический университет. Их кормят, мы усиленно занимаемся их питанием, получается, что их кормят два раза, один раз в больнице один раз, еще мы дополнительно. И мы ни в чем не нуждаемся остро, то есть фрукты, витамины, продукты у нас есть, лекарства. Вы тоже занимаетесь направлением, каким-то перенаправлением больных в другие страны? Я знаю, Польша принимала больных, Чехия, Литва. В Чехию, в Польшу было отправлено уже порядка 80 человек. Да, 85 человек. И в Чехии и Польше, спасибо их уряду, что они выделили деньги на эти программы из госбюджета. То есть их реабилитация оплачивает правительство другой страны. И мы также ведем еще переговоры с Израилем, с Австрией и Германией для вывоза больных. Но там нет, к сожалению, этих урядовых программ. Также было бы очень хорошо, если бы американское правительство открыло для наших потерпевших такую программу на уровне правительства. Потому что у них есть возможность оказать помощь тем, у кого тяжелые травмы позвоночника. У них хорошее оборудование и все действительно для этого подготовлено. Мы, к сожалению, не можем оказывать такой... У них хорошая реабилитация. Да, они славятся именно этим направлением травм позвоночника. И было бы очень хорошо, если бы они... И так речь идет не только об этих... Сейчас вы говорите, сколько больных в больнической помощи? Около 50. Около 50. Но есть же еще... И самое удивительное, что вот мы сейчас сидим с вами разговариваем, а они все поступают. То есть те люди, которые были 18-19 ранены, они им там оказали первую помощь. И они снова остались или на Майдане, или они отправились в безопасные места домой отсиживаться. А сейчас у них обострение, и они снова к нам возвращаются. И мы снова их принимаем. И у нас около 50, и они постоянно поступают. Да, потому что спрашивают действительно, откуда вы люди, когда уже все более-менее успокоилось? Ну вот кто-то, кому была оказана помощь, действительно сейчас нуждается в более повышенном уходе. Мы тогда разговаривали с докторами, там, когда в Михайловском работал госпиталь. И говорили, что есть там две таких категории. И одни действительно очень боятся, потому что быть арестованными в тот момент было непонятно, что будет дальше происходить. И есть такая часть людей, которые считают, что у них травма недостаточно серьезная, и нужно продолжать как бы быть на Майдане, быть с людьми. Я также что-то тоже я хотела, конечно же. Да, потому что вы говорите бояться. К нам 18-го числа поступало очень много потерпевших. И мы их выписывали, те, которые были более в легкой форме, то есть они не нуждались в особом уходе или реанимации. Их выпускали в этот же вечер. Но они, под преговором того, что они действительно боялись очень за свою безопасность, они указывали не настоящие свои имена и фамилии. И после того, как они возвращаются, действительно нам очень тяжело... Свести всю эту информацию в целом. И надо, чтобы они засвидетельствовали, что они с Майдана. И вот мы сейчас просим, чтобы эти люди, которые тогда выписались 18-го числа, вернулись и засвидетельствовали, что эти травмы получили у них на Майдане. И они написали беседивную записку, что они это сделали из-за того, что они боялись за свою жизнь. Ну и для того, чтобы свести всю информацию про всех потерпевших. Потому что они боялись и не называли свои имена. И уезжали там или на квартиры к родственникам, или к волонтерам. Более безопасно, потому что не думали, что у нас... Что вообще вы делаете? Что вы делали 18-го, 20-го? Откуда вы вообще? Чем занимаетесь? Вот сейчас вы волонтеры, но понятное дело, что вы не только волонтеры. Катя. Многие люди... Ну, у всех история приблизительно одинаковая. Ну, рассказывать каждого. 18-го числа смотреть телевизор дома было невозможно. Идти на Майдан тоже было опасно. Ну, особенно, когда касается девушек, как бы, чем на Майдане... Ну, не всегда можно помочь. А дома оставаться было невозможно, и все шли в БСП, в больницу скорой помощи. Просто приходили? Просто приходили, приносили продукты, приносили лекарства, просто стояли и общались. Потому что было очень много людей, и все думали одинаково, и там было спокойно. И не было вот этого, вот сидишь возле телевизора и боишься, что там показывают прямые трансляции, и очень страшно. Да, мы студентки четвертого курса торгово-экономического университета. И когда мы пришли первый раз, 18-го числа, нас просто... Ну, мы спросили, в чем нуждается больница скорой помощи, как мы можем помочь. И для начала мы сидели на информационном центре. То есть мы принимали звонки, спрашивали, возможно, в другой больнице скорой помощи нуждалась она в чем-нибудь, или в лекарствах, в медикаментах, или в еде, или в одежде. И таким образом координировали работу и перенаправляли туда средства. Находили машину, находили людей, которые это могут отвезти. А потом, со временем, мы начали заниматься уже пациентами, то есть координировали волонтеров, которые находятся с пациентами непосредственно в палатах. Что происходило тогда? Тогда? Вы просто расскажите, как это было. Мы тогда, все тогда были как-то безумно, не то что заняты, чем-то вот... Каждый что-то видел, да, никто не успевал следить за всем. И вот было много разговоров. Кто не был в БСП, сейчас я не вспомню, что в этой больнице скорой помощи тогда происходило. Было очень много волонтеров настолько, что просто надо было выходить на улицу, потому что они не помещались в холле. Постоянно приезжали в машину скорой помощи с пострадавшими. Всех разводили. До суматухи хаоса все не доходило, все держалось более-менее под контролем. Спасибо в этом парням с самообороны, которые организовывали это все, оберегали больницу скорой помощи, потому что то же время действительно было страшное, когда и тетушки, говорили, ходили вокруг, пытались каким-то образом переловить машину скорой помощи, чтобы забрать пациента. Что касается милиции, слава богу, все было более-менее спокойно. Ну и я скажу, то, что произошло вообще в Украине за эти месяцы, наверное, самое для всех это что-то было особенное, что-то новое, очень трагичное. Что вы для себя, какие, я не знаю, с какими, не знаю, какие уроки для себя сделали? Что для вас главный итог после того, что произошло? Мой мир перевернулся, мне кажется, вот по истечении этих двух месяцев, особенно за последние две недели, в том плане, что действительно, конечно, я представитель русскоговорящей украинки. Моя семья разговаривает на русском языке, но я безумно люблю свою страну, свой народ. И я, возможно, впервые в жизни действительно по-настоящему поверила. Поверила в каждого человека, поверила в то, что действительно существует еще искренность, самоотдача, взаимовыручка, поддержка, столько доброты, сколько я увидела за эти две недели в больнице скорой помощи, я, наверное, за всю свою жизнь не видела. Кадя, а что бы ты сказала тоже еще, возможно, людям, которые смотрят нас в Крыму, на востоке Украины, которые, возможно, не имели возможности знать, что такое Майдан, потому что там не имели возможности к доступу к информации? Мне жаль, что они не ищут выходов, они не ищут способов. Возможно, у них и нет этой возможности для того, чтобы посмотреть правду. Ну, что бы ты им сказала? То мы понимаем, что не было возможности. Вот если бы была возможность встретиться? Я бы сказала, что они всеми правдами и неправдами искали настоящие источники информации, чтобы они приезжали в Киев посмотреть, как это, что такое Майдан, что такое Грушевского, как это все выглядит, и чтобы они не думали, что у нас тут какие-то изверги, что у нас, что мы дикие какие-то, что у нас беспредел, у нас абсолютный порядок, на Майдане все очень дружелюбные, все говорят спасибо. Вот это вот слово спасибо, которое звучит постоянно. И тоже в первые дни в больнице скорой помощи было очень много работы, но все равно никто не забывал говорить спасибо. Спасибо, пожалуйста. Вам спасибо. Спасибо, что пришли. Спасибо, что занимаетесь тем, что тем, чем...